Инерция принятых решений. Что это вообще такое? Сейчас объясню. Например, сел читать книгу, в третьей главе понял, что книга неинтересная и бесполезная, но сидишь, читаешь ее дальше до конца, потому что принял решение, что эту книгу надо прочитать. Инерция принятого решения. Сидишь перед почти пустой тарелкой, уже давно наелся, но думаешь, нет, я доем все, потому что нельзя выбрасывать еду, я себе столько приготовил или столько заказал, надо все доедать. Инерция принятого решения. Не пропущу ни одной тренировки, и вот каждый день тренируешься, и тренируешься даже, когда это идет в ущерб своему здоровью. Например, перетрудился или заболел, но все равно продолжаешь тренироваться. Инерция принятого решения. Три причины, почему это плохо. Первое. Сложно остановиться и взглянуть на проблему под новым углом. На третьей главе книги думаешь, не, ну надо дочитать до конца, и думать тут не о чем. И сидишь, страдаешь, читаешь дальше. Фокус не на решении проблемы, а на процессе решения проблемы. Как раз вот читаешь книгу дальше, потому что сфокусирован на ее чтении, а не на том, ради чего ты ее начал читать. Допустим, получить какую-то полезную информацию или хорошие эмоции, если это художественная литература. Вот на экране перед вами как раз живой пример. Я написал три причины, почему это плохо. Но когда я писал три причины, я еще не был уверен, сколько именно будет причин. А сейчас я стал заложником вот такой вот цели. И сижу, и думаю над третьей причиной. И вполне возможно, я ее даже найду, но она может быть окажется притянутой за уши. Дело в том, что в процессе решения задачи появились новые вводные. Я когда написал две причины, я уже понял, что их будет достаточно. Уже и так понятно, что их хватит. Но из-за инерции я сижу, ищу третий пункт, вместо того, чтобы признаться самому себе в том, что цель достигнута. А новые вводные я почему-то уже не учитываю. Инерция. Дочитаю эту книгу. Да можно не дочитывать. Если к третьей главе понятно, что книга неинтересна и не несет в себе полезной информации, можно даже еще на всякий случай убедиться в этом и пропустить несколько глав, посмотреть, вдруг там что-то изменится. Если нет, можно не дочитывать. Доем остатки в тарелке. Да можно не доедать. Даже если вы трепетно, как и я, относитесь к еде и не транжирите ее, это как раз будет дополнительным напоминанием в будущем. То есть если вы сейчас остановитесь и не доедите это, когда уже сытый и нету смысла дальше есть, и будете чувствовать себя плохо из-за того, что вы заказали больше, чем надо и не доели, это плохое чувство, оно в будущем наоборот поможет не заказать лишней еды. Не пропущу ни одной тренировки. Да можно пропустить тренировку. Нужно пропускать иногда тренировки для того, чтобы восстановиться, или если ты заболел, то желательно не тренироваться до тех пор, пока не поправишься. А некоторые люди сфокусировались на этой цели, что нельзя пропускать ни одной тренировки, забыв о том, что истинная цель это улучшение собственного здоровья. И получается, с таким подходом они его зачастую портят себя, а не делают лучше. Так что можно пропустить. Есть одна причина, почему инерция принятых решений это хорошо. Это повышает дисциплину. Мне вообще кажется, что именно дисциплинированные люди, они чаще всего страдают от инерции принятых решений. Я сам тому живой пример. Знали бы вы, сколько я перечитал бесполезных книг, или сколько я составил списков из трех пунктов, где хватило бы и одного пункта. Но, кстати, именно эта особенность позволяет мне выкладывать на YouTube по ролику в день уже 11 день подряд. Так что выводы вы делаете сами. А на этом все. Если понравился ролик, ставьте лайк. Если не понравился, влепите дизлайк. Подписывайтесь на телеграм-канал нормального фрилансера. Читайте бесплатную книгу нормального фрилансера. Все ссылки в описании к этому видео. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз.